Сейчас нам загрузит презентацию, я пока позволю себе сказать, что с 1985 года, в общем-то, в нашу жизнь начинают входить таргетные препараты, которые не то чтобы позволяют ответить на вопрос, можем ли мы сохранить функцию орган, можем ли мы улучшить общую безрецидивную выживаемость, но эти препараты позволяют нам получить лучшее качество жизни пациентов без потери эффекта на проводимом лекарственном лечении за счет, возможно, более мягкого профиля токсичности, за счет более селективного действия на какие-либо рецепторы. И именно эта группа препаратов на сегодняшний момент занимает достаточно значимое место в лечении опухолей головы и шеи. Мы прекрасно себе представляем, что в любой опухолевой клетке, в том числе и в пускоклеточном раке органов головы и шеи, есть огромное количество сигнальных путей, которые вызывают рост опухоли, активацию метастазирования, образование ангиогенеза и, собственно, само развитие опухолевого процесса. Если мы имеем возможность блокировать эти сигнальные пути, то, возможно, именно это и позволит нам достичь тех результатов, которые мы, собственно, пытаемся достигнуть. На сегодняшний момент нам известно огромное количество классов таргетных препаратов. Это могут быть и моноклональные антитела, и малые молекулы. Мне бы хотелось поговорить конкретно о том, какие таргетные препараты на сегодняшний момент изучались в отношении опухолей головы и шеи, и которые могут быть применены в отношении опухолей этой локализации. Безусловно, самая первая группа, самая хорошо изученная группа – это ингибиторы эпидермального фактора роста, поскольку на сегодняшний момент считается, что практически 85% опухолей головы и шеи имеют гиперэкспрессию, и чуть меньше опухолей имеют амплификацию и GFR, поэтому именно эта группа препаратов является той основной группой, которая рассматривалась в рамках таргетной терапии опухолей головы и шеи. Какой же… Сначала давайте поговорим о малых молекулах. Практически все известные на сегодняшний момент ингибиторы терозинкиназ были использованы в попытке лечения плоскоклеточного рака головы и шеи. Вот, например, самые ранние исследования, которые я нашла, которые, в общем-то, могут заслужить какого-то внимания, это исследования, которые посвящены гифетинибу в монорежиме, в различных дозировках. Это исследования, к сожалению, на малой когорте пациентов, и особенных результатов в улучшении общей выживаемости, безрецидивной выживаемости и частоты объективного ответа, к сожалению, эти результаты не показали. Но, если говорить, например, о сравнении гифетинибы в низких дозировках и высоких дозировках, то гифетиниб в более высоких дозировках, безусловно, имеет преимущество. Но на сегодняшний момент, к сожалению, этот препарат не используется для лечения опухолей данной локализации. Если мы говорим о другом ингибиторе рецепторов эпидермального фактора роста эрлотиниби, то он использовался для попытки лечения пациентов с рецидивирующим для метастатическим раком органов головы и шеи. Например, в канадском исследовании 2014 года было исследовано 115 пациентов, которые получали стандартную дозировку эрлотиниба и, к сожалению, также не получили каких-то значимых результатов. Выживаемость без прогрессирования, прошу прощения, перепутаны немножко строки в таблице, выживаемость без прогрессирования составила 6 месяцев, а общая выживаемость всего 10. Это, в принципе, средний срок жизни пациента с рецидивирующей опухолью, поэтому введение данного препарата значимо не улучшило выживаемость и частоту объективного ответа. Были попытки сочетать малые молекулы с химиотерапевтическими препаратами, например, с цисплатином. Также канадское исследование 2007 года, в котором было малое количество пациентов, всего 51 пациент, которые, помимо эрлотинибы, получали цисплатин один раз в 21 день в стандартной дозировке. И здесь, к сожалению, также не были достигнуты какие-то значимые результаты. Возможно, если мы сможем сочетать несколько таргетных препаратов, мы можем что-то улучшить в этой ситуации с использованием ингибиторов рецепторов эпидермального фактора роста. Но тоже нет, к сожалению, американского исследования 2009 года, которое попыталось изучить эрлотиниб в сочетании с биовоцезумабом. Это другой таргетный препарат. К сожалению, также не показало значимого прироста, частоты объективного ответа и общей безрецидивной выживаемости. Еще один ингибитор рецепторов эпидермального фактора роста – лопотиниб. Он очень активно изучался. Очень много было публикаций приблизительно года 3 назад. Но, тем не менее, значимых результатов в лечении пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи, к сожалению, данный препарат также не показал ни в монорежиме на рецидивирующие опухоли, ни значимого результата на лечение в сочетании с лучевой терапией в последующем поддерживающем режиме. Афотиниб. Афотиниб пытались использовать и для лечения рецидивирующего метастатического рака, и в адювантном режиме. Были проведены достаточно большие рандомизированные исследования. Вот в исследовании с рецидивирующими опухолями было включено 474 пациента. Прошу прощения. И никаких особенных результатов мы не получили. Так, а назад? Были попытки сравнивать афотиниб для лечения рецидивирующего рака с цитоксимабом, с последующим кроссовером в рамках дизайна исследования. Но также, к сожалению, афотиниб не показал какого-то значимого прироста выживаемости или частоты объективного ответа. Исследование LUX Head & Neck 2, в котором исследовался афотиниб в адювантной терапии у пациентов после проведенной химиолучевой терапии. Туда было также включено достаточно большое количество пациентов, 617. И, к сожалению, опять же, мы не достигли каких-то значимых результатов. И что странно, в результатах данного исследования, которые публиковались в последний раз в прошлом году, к сожалению, даже у пациентов, которые получали плацебо, медиана времени без прогрессирования на момент последнего анализа еще была не достигнута. То есть группа, которая получала плацебо, оказалась по результатам даже несколько лучше. Это группа, которая получала таргетный препарат. Еще одна большая группа таргетных препаратов – это ингибиторы циклинозависимых киназ. Эта группа препаратов на сегодняшний момент активно изучается для лечения опухолей головы и шеи. Если мы посмотрим на эту таблицу, это данные с сайта clinicaltrial.gov. Данные проанализированы на момент марта 2019 года. Мы посмотрим, что все три на сегодняшний момент известные ингибиторы CDK 4.6 используются в качестве агента для попытки лечения опухолей головы и шеи. Конечно, ведущее место занимает полубоциклип. Он используется как в монорежиме, пытается изучаться как в монорежиме, так и в комбинации с цитостатиками, с другими таргетными препаратами, либо с иммунотерапией. Рибоциклип и обемоциклип, к сожалению, используются в меньшей степени. Последний препарат вообще не представлен в России, поскольку не имеет регистрации. Исследования с рибоциклипом, к сожалению, оказались неэффективными. Поэтому из ингибиторов циклинозависимых киназ на сегодняшний момент мы можем ожидать какого-то результата только от полубоциклипа. И вот на АСК 2018 года были представлены предварительные результаты исследования второй фазы, которым сравнивалась эффективность полубоциклипа в комбинации с цитоксимабом у пациентов с платинорезистентным плоскоклеточным раком органов головы и шеи. Небольшое количество пациентов, все пациенты были HPV-негативные, но, тем не менее, результаты были получены, может быть, обнадеживающие, поскольку та группа, которая получала комбинацию таргетных препаратов, показала и более высокий ответ на проводимую терапию, и более высокие показатели безрецидивной общей выживаемости. Причем были попытки сравнить эту группу пациентов с той группой пациентов, которая получала химиотерапию только с использованием стоксимаба в стандартном режиме, то есть в режиме X3, здесь мы получили сопоставимые результаты, то есть, возможно, более легкая комбинация, менее токсичная комбинация двух таргетных препаратов может быть когда-нибудь применена для лечения пациентов с платинорезистентным плоскоклеточным раком органов головы и шеи. Еще одна большая группа таргетных препаратов – это ингибиторы сосудистого эндотелиального фактора роста. Достаточно широко исследовалось, но, к сожалению, сразу могу сказать, что все эти исследования были относительно негативными. И на сегодняшний момент эти препараты, в принципе, даже и не рассматриваются для лечения опухоли данной локализации, но, тем не менее, я не могу о них не сказать, потому что исследования проведены на достаточно, к сожалению, малых группах. Первый препарат – это сарафинип. Вот исследование 2007 года. 28 пациентов стандартно получали в стандартной дозировке сарафинип, но, к сожалению, опять же, мы не получили достоверных результатов по общей безрецидивной выживаемости, по частоте объективного ответа, причем исследовались те пациенты, естественно, у которых невозможно было провести какое-то стандартное лечение, то есть это уже третья, четвертая, непонятно какая линия лекарственного лечения. Еще один препарат – Бевоцезумаб, мы о нем сегодня уже немножко говорили. Вот здесь более значительное исследование, результаты которого были представлены на АСКО 2017 года. Было исследовано 403 пациента, причем одна группа пациентов получала стандартную химиотерапию, а вторая группа получала ту же химиотерапию в сочетании с Бевоцезумабом в дозировке 15 мг на кг один раз в три недели, чтобы это совпадало с циклами ведения химиопрепарата. И те результаты, которые были получены, в принципе, к сожалению, говорят нам о том, что никакого выигрыша по общей и безрецидивной выживаемости мы не получили, но мы получили достоверное улучшение частоты объективного ответа, которая была практически на 10% лучше в той группе, в которой был добавлен Бевоцезумаб. Будет ли данный препарат дальше рассматриваться для лечения опухолей органов головы и шеи? Боюсь, что вопрос очень сложный. Мы понимаем, что данные препараты имеют в своем профиле токсичности возможность возникновения кровотечения, а опухоли головы и шеи, они, в принципе, идут практически параллельно с этими осложнениями. И еще один ингибитор сосудистого эндотелиального фактора роста – это сунетиниб. Также мало исследовано, но, тем не менее, некое исследование и есть. 22 пациента, которые принимали в стандартной дозировке сунетиниб, они были косвенно разделены на две группы по статусу общего соматического состояния. Первая группа имела ЭКОК-01, вторая имела ЭКОК-2. И, к сожалению, вне зависимости от ЭКОК-статуса, вне зависимости от общего состояния пациента, никакой разницы ни по общей выживаемости, ни по выживаемости без фруксирования при применении сунетинибы также получено не было. И, естественно, самая значимая, самая большая группа таргетных препаратов – это моноклональные ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста, которые на сегодняшний момент наиболее широко рассматриваются и используются в лечении поскоплеточного рака органов головы и шеи. Они используются и в лечении местно распространенного рака. Самое известное – это исследование БОНР, на основании которого была зарегистрирована возможность использования цитоксимаба в сочетании с лучевой терапией для пациентов с местно распространенным раком органов головы и шеи. Было значимо показано увеличение локорегионарного контроля и общей выживаемости. Причем сразу хочу сказать, что прямое сравнение было только с лучевой терапией, не с лучевой терапией с циспатином. Еще одно значимое исследование в рамках возможного применения цитоксимаба при местно распространенном раке органов головы и шеи – исследование Тремлин, в котором используется индукционная терапия с последующей лучевой терапией в сочетании с цитоксимабом. Был вопрос, сможем ли мы не ухудшить результат, если мы проводим лучевую терапию с цитоксимабом, а не с циспатином. И однозначно результаты исследования Тремлин нам показали, что мы не только не ухудшаем результаты, но и таким же образом сохраняем и сам орган, то есть гортань, и его функцию для того, чтобы пациенты могли в последующем иметь нормальное качество жизни. При этом цитоксимаб в сочетании с лучевой терапией имел меньший профиль токсичности, более мягкий профиль токсичности, за счет чего большее количество пациентов смогло получить запланированное количество курсов как лучевой терапии, так и лекарственного лечения. Но все было бы хорошо, если бы не возникали определенные вопросы. Что же делать с цитоксимабом? Мы его совсем можем заменить на цитоксимаб или все-таки оставить в каких-то режимах? В НАСК 2018 года были представлены два ретроспективных анализа. Первый анализ базы данных Veterans Health Administration. Там было проанализировано практически 4000 пациентов. Одна группа пациентов получала в сочетании с лучевой терапией цитоксимаб, вторая группа получала в сочетании с лучевой терапией цисплатин. Это ретроспективные исследования. И те результаты, которые были получены, несмотря на ретроспективный характер, стали нам говорить о том, что все-таки сочетание цисплатина с лучевой терапией имеет некие преимущества практически по всем показателям, по всем локализациям, как по показателям общей выживаемости, так и по показателям объективного ответа. И вот возникает вопрос, что же циспатин с лучевой терапией лучше, чем цитоксимаб с лучевой терапией, и мы не будем использовать цитоксимаб? Ну, большой вопрос на сегодняшний момент. Был еще один анализ базы данных, это база данных СИР, также представлена АСКО 2018 года, там проанализировано практически 2000 пациентов. Это пациенты только старших возрастных групп, старше 66 лет. Одна группа пациентов получала химиолучевую терапию с препаратами платины, вторая группа получала лучевую терапию в сочетании с цитоксимабом, третья группа получала только лучевую терапию, это также ретроспективный анализ. И этот анализ также нам показывает, что проведение лучевой терапии в сочетании с химиотерапевтическими препаратами имеет некое преимущество над таргетными препаратами. И, безусловно, то, что заставило нас очень сильно сомневаться, это исследование деэскалейт, результаты которого были представлены в прошлом году, в которых было исследовано 849 пациентов, разделенных на две группы. Одна получала лучевую терапию с токсимабом, другая – лучевую терапию с цисплатином. И, в принципе, был получен прирост как по общей безрецидивной выживаемости, так и по локорегиональному контролю у той группы пациентов, которая получала цисплатин. Преимущество было, причем и у пациентов с токсимабом статусом 1, в отличие от 0, при введении цисплатина и у активных курильщиков, и у пациентов с распространенными стадиями заболевания. Вот большой вопрос. Должны ли мы отказываться в этой ситуации от цитоксимаба? Еще одно исследование, которое косвенно нам говорит о том, что цитоксимаб может быть не столь эффективен, если мы не добавляем к лучевой терапии при местно распространенном раке химиотерапии. Это исследование Гортек-2007-01, в котором сравнивались группы, получающие лучевую терапию с цитоксимабом, с конкурентным введением карбоплотина и длительными инфузиями 5-торорацила. И действительно, обновленные данные, которые были опубликованы практически год назад, говорят нам о том, что та группа, которой был добавлен в рамках лучевой терапии в сочетании с цитоксимабом химиотерапевтический препарат, показали преимущество по трехлетней выживаемости лукорегионарному контролю. Так вот вопрос. Что же нам отказываться от таргетной терапии, которая, в общем-то, еще с 2006 года показывает нам эффективность в сочетании с лучевой терапией? Ну, мое мнение, безусловно, нет. В 2017 году был проанализирован и проведен ретроспективный анализ, в котором было произведено сравнение четырех доз цисплатина на фоне лучевой терапии, 300, 200, 150 и 100 мг на метр квадратный. И достоверно было показано, что те пациенты, которые получили на фоне лучевой терапии кумулятивную дозу цисплатина более 200 мг на метр квадратный, имели однозначный выигрыш в трехлетней выживаемости. Но, к сожалению, мы понимаем, что это высокодозная химиотерапия, что это крайне токсичная схема, и, к сожалению, только 53% пациента смогли получить полный курс лечения. То есть практически половине пациентов мы вынуждены были прерывать лечение, снижать эффективность. И, возможно, именно эта когорта пациентов является подходящей для введения таргетного препарата на фоне лучевой терапии у пациентов с местно распространенными опухолями головы и шеи. Есть препараты, которые не представлены на российском рынке, не зарегистрированы в Российской Федерации, но, тем не менее, они также существуют. Это моноклональные антитела, ингибирующие рецепторы эпидермального фактора роста, например, немотезумаб, который был проанализирован на большой когорте пациентов. И достаточно хорошие результаты были получены, поскольку только по общей выживаемости мы не получили никакого выигрыша, а по безрецидивной выживаемости, по частоте объективного ответа и локорегионарному контролю, безусловно, этот выигрыш был получен. Но, может быть, мы будем иметь данный препарат в перспективе. Что говорить о метастатическом и рецидивирующем раке? Здесь, в общем-то, глобально всё понятно. Базовым исследованием является исследование Xtreme, которое показало прирост общей выживаемости, безрецидивной выживаемости у пациентов, схему лечения первой линии, в которых был введён цитоксимаб параллельно с режимом циспатин-5-терурацилом. И уточнённые данные говорят нам о том, что каждый третий пациент смог ответить на лечение этой схемы, в отличие от только химиотерапии. И практически у 7% пациентов был зарегистрирован полный ответ на терапию с использованием таргетного препарата. Были подобные исследования с другими моноклональными антителами, ингибиторами эпидермального фактора роста, например, с понитобумабом. Дизайн исследования был аналогичен исследованию Xtreme, но, к сожалению, исследователи не получили никакого выигрыша ни по какому показателю. Только проведённый поданализ пациентов с P16 негативными опухолями показал, что общая выживаемость у негативных пациентов при введении понитомумаба достоверно выше. Но, к сожалению, на результатах данного поданализа понитомумаб на сегодняшний момент не зарегистрирован для опухоли данных локализаций. Мы прекрасно понимаем, что для лечения рецидивирующего метастатического рака схема циспатин-5-терурацилом плюс таргетный агент является достаточно токсичной. Поэтому сегодня всё больше мы стремимся снизить эту токсичность именно химиопрепаратов. И вот в 2018 году было представлено небольшое шведское исследование, которое называлось CETMED, в котором 85 пациентов были рандомизированы в две группы. Одна получала стандартную схему лекарственного лечения в режиме Xtreme сетоксимабом, а вторая на фоне введения сетоксимаба получала комбинацию по клитоксел с карбоплотином. И, в общем-то, были получены сравнимые результаты по общей и по безрецидивной выживаемости, а профиль токсичности был меньше как раз у той группы пациентов, которая получала по клитоксел с карбоплотином на фоне введения таргетного агента. Поэтому, в общем-то, стоит задумываться, возможно, это наше будущее перспективное для лечения этой когорты пациентов. И на АСКО 2019 года было представлено прекрасное исследование TP-Xtreme, представленное группой Gartec, в котором было проанализировано 539 пациентов, которые были разделены на две группы в отношении один к одному. Одна группа получала стандартную терапию первой линии в режиме Xtreme с таргетным препаратом сетоксимабом, а вторая группа получала сетоксимаб с комбинацией децитоксел и цисплатин в дозировках 75 мг на метр квадратный. И, в общем-то, результаты также были крайне обнадеживающие, потому что исследование non-inferiority, естественно, мы получили результаты, что не ухудшает замена режима PF в сочетании с цисплатином на режим децитоксела с цисплатином ни общей выживаемости, ни без рецидивной выживаемости. Частота объективного ответа также была практически одинаковая в обеих группах, а вот профиль токсичности, безусловно, был легче и мягче в группе, которая получала децитоксел с цисплатином на фоне цитоксимаба, поскольку в этой группе завершили запланированное количество циклов 72% пациентов в сравнении с 44% пациентов, которые получали Xtreme с более токсическим лекарственным компонентом. Возможно, это что-то нам поможет в будущем. Сейчас большой вопрос о том, что должны ли мы после завершения, можем ли мы вернуться к химиотерапии таргетными препаратами, в частности цитоксимабом, после ранее полученного эффекта, если мы имеем прогрессирование после первой линии терапии. И вот в 2018 году было представлено небольшое исследование, в котором проанализировали данные пациентов, когда-то получавших химиотерапию первой линии в режиме Xtreme, и эти пациенты были ретроспективно проанализированы по прогрессированию после этого режима. Те пациенты, которые запрогрессировали более чем через 18 недель, снова получили цитоксимаб, и получали они его в монорежиме. И практически у 30% пациентов удалось получить объективный ответ на повторном использовании таргетного препарата. А контроль над заболеванием был достигнут у 70% пациентов. То есть, возможно, возврат к терапии цитоксимабом после прогрессирования у тех пациентов, которые уже получали таргетную терапию, тоже может стать каким-то перспективным будущим, возможно, в использовании таргетных препаратов для лечения опухолей головы и шеи. Какие же еще таргетные препараты на сегодняшний момент изучаются, изучались, и, возможно, будут изучаться? Их огромное количество. Это и МТО-ингибиторы, и ПИ-3К-ингибиторы, и агонисты ТОЛАИК-рецепторов, и ЦИМЕТ-ингибиторы. Но каких-то значимых результатов в отношении данных препаратов мы на сегодняшний момент не имеем. Имеем только какие-либо предположения. Но, возможно, если мы будем анализировать эту ситуацию, исследовать все вместе, у нас что-то получится, и мы получим какой-то новый таргетный препарат для лечения плоскоклеточного рака органов головы и шеи. На этом я позволю себе закончить, но задам вопрос. Какие же таргетные препараты на сегодняшний момент вы выберете для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи в условиях оптимальной, идеальной ситуации, если предположить, что у вас в арсенале есть любой препарат? 100% аудитории ответило, что будут использованы ингибиторы и GFR. Малые молекулы. Я надеюсь, я надеюсь, что это техническая ошибка, потому что при таком ответе аудитории я понимаю, что все, что я 20 минут говорила, в общем-то не имеет никакого смысла. Нет. Спасибо большое. Ну, тем не менее, возможно, я это спешу на битиеватость заданного вопроса, я бы так сказала, потому что мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент максимальную эффективность и максимальную безопасность имеют, конечно, ингибиторы и GFR, это моноклональные антитела, но, еще раз говорю, я надеюсь, что в перспективном будущем у нас появятся какие-нибудь еще таргетные препараты, которые мы можем безопасно и эффективно использовать в данной когорте пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.